Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор инкот компании Тикмил и сами я, Артур Изятуллин. В общем, на этой неделе я изучал структуру резервов китайского ЦБ и наткнулся на вот такой интересный график. Это график золота и обменный курс юаня к доллару. Как видите, с начала 2018 года они двигаются, можно сказать, в унисон. Их движения совпадают. И возникают довольно-таки интересные вопросы, что с девальвацией юаня происходит и падение золота. Причем по текущей динамике золота, можно сказать, что там традиционные спросы предложений участвуют слабо, ну, как факторы влияющие. И, скорее всего, происходит какое-то целенаправленное давление попыткой снизить цену на золото, чтобы удержать ее в одном русле с китайским юанем. И это, как бы, можно сказать, интересная перестраховка. Другими словами, Китай, возможно, хочет убедиться, что в золотом выражении юаня остается такой же стабильной валютой, то есть не обесценивается. При этом Китайский народный банк, он допускает, что против доллара девальвация будет происходить. Но это в плане, конечно, стимулирования экспорта. Но зачем это нужно китайскому правительству поддерживать, будем говорить, примерно такую же цену золота в юанях? Для чего это нужно? Возможно, какая-то долгосрочная мера. И я бы хотел услышать от вас какие-нибудь комментарии или мысли по этому поводу, потому что, вот вы видите, это действительно динамика, она очень похожа. Они прям двигаются, ну, чуть ли не в один-в-один. Немного, конечно, ну, запаздываем где-то, но в целом они двигаются примерно одинаково. Вот, это что касается китайского юаня и золота. Теперь, как бы, переходим непосредственно к доллару. В четверг у нас вчера вышли данные по потребительской инфляции. Эти данные у нас широко ожидались, и они у нас совпали с прогнозами. Ключевой показатель в годовом выражении у нас ускорился в июне до 2,9%. В то время как месячное выражение, месячные изменения инфляции у нас немного замедлилось, не оправдало прогнозы, но совсем незначительно. Ну, и при том этот показатель, как видите, он не особо важен. Важно преследование каких-то годовых значений, потому что на месячных таймфреймах, будем так говорить, возможно, более высокая волатильность, более широкие колебания этого показателя. Эти данные стали особенно важны, они, я как уже сказал, широко ожидались, потому что в июне у нас отчет по занятости, по безработице в США у нас показало, что в этой сфере на рынке труда у нас импульс затухает, и естественно возникли сомнения в том, а сможет ли инфляция оставаться на таком же уровне, или она продемонстрирует замедление. Как известно, у нас рынок труда, безработица у нас связана обратно пропорционально с инфляцией, то есть когда растет безработица, инфляция должна у нас снижаться. Учитывая также, что главным драйвером американского УП является потребление, ритейлеры могли у нас перестраховаться, поднимая цены заранее, чтобы как-то компенсировать будущие издержки из-за удорожания импорта. Тогда по инфляции мы бы видели с вами увеличение данного показателя, то есть реакцию ритейлеров на будущие торговые барьеры. Вот, и например спрос, если брать спрос ритейлеров на пополнение товарно-материальных запасов, то есть попытка перестраховаться, закупить товары до введения тарифов, чтобы как-то удержать в будущем цены на них, то это бы отображалось на импортных ценах. А в импортных ценах, как мы видим, у нас движение идет вверх, но оно примерно же происходит такими же темпами, нет каких-то либо резких скачков. Но сегодня у нас как раз таки ожидаются данные по импортным ценам за июнь, и будет интересно посмотреть, что происходит с ценами, если можно предположить, что ритейлер у нас примутся забивать полки, пополнять товарно-материальные запасы, как раз таки перед введением тарифов возможных на 200 миллиардов долларов, которые у нас произойдут в конце августа. Доллар у нас в спешке скупают в пятницу, это видно в принципе из динамики основных валют, он сегодня у нас вырос на достаточно большое значение, амплитуда его роста на довольно-таки нестандартных, 0,35%. Американские индексы у нас закрылись вчера. В плюсе, что опять-таки сдерживает опасения по поводу того, как торговые войны отразятся на американской экономике. Конечно же, эффект будет в первую очередь проникать через снижение стоимости компаний на фондовом рынке, но пока этого ничего не происходит. Меньше всего доллар снизился у нас против защитных активов, в принципе это не мудрено. По паре доллар-иеном, видимо, она практически не изменилась. Также она не изменилась против доллара-франка. Она прибавила, конечно, 0,33%, но это произошло буквально недавно. Но, в принципе, у нас против защитных активов лоур ведет себя менее агрессивно сегодня. Единственной разумной причиной повышения укрепления американской валюты, которую мы сейчас с вами наблюдаем, это у нас влияние тарифов, будущее влияние тарифов на инфляцию, то есть ее возможное ускорение. В конечном итоге удорожание цен на основе импорта должно будет привести к перелету инфляции, возможно, даже выше тех значений, которые у нас предполагает ФРС. И это же, конечно, заставит регуляторы принимать более жесткие меры по подавлению этой инфляции. Скорее всего, это будет представлять из себя повышение, ускорение темпов повышения процентной ставки, что, в принципе, и является сейчас драйвером для доллара, то есть ожидание ускоренного повышения процентных ставок. Вопрос в том, сможет ли ФРС у нас беспроигрышно вести вот такую игру, повышать ставки, при этом не навредив экономическому, хрупкому экономическому росту, вот это действительно большой вопрос. Часть чиновников у нас, например, президента ФРБ Федерального резервного банка Клибленда, Лоретта Местер, она у нас высказала такое мнение, что, возможно, экономика еще выдержит два повышения процентной ставки в этом году. Это, в принципе, достаточно уверенный, можно сказать, клонящийся в сторону опромечивости прогноз, учитывая то, что администрация совершенно раз продолжает повышать ставки торговой войны, но это не может просто так бесследно пройти и не отразиться на американской экономике. Поэтому сохранять такие бычьи прогнозы по монетарной политике, мне кажется, это довольно странным. Тем не менее, пока не будет наблюдаться устойчивого ослабления на рынке труда, пока мы не увидим слабости в занятости, устойчивого снижения по оплате труда, то есть слабых значений или увеличения безработицы, то говорить о том, что ФРС у нас нажмет на педаль тормоза, нельзя, так как регулятор у нас ориентируется на данные. И рынок труда, данные по нему, это прямой показатель устойчивости национальных доходов, их темпов расширения и, конечно же, перспектив потребления. Поэтому весь фокус сейчас должен оставаться на рынке труда, то есть на потребительской силе, возможности потреблять среди потребителей в экономике. Инвесторов сейчас особо обеспокоенных тарифными войнами, их последствиями. Вчера успокоил глава казначейства США Стивен Нучин, он заявил, что, возможно, США с Китаем все-таки сядут за сто переговоров, если Китай сможет начать предпринять усилия какие-то по глубоким структурным переменам в экономике. Это же, конечно же, вопросы конкуренции, вопросы открытия рынка для иностранных инвестиций и так далее. Некоторые инвесторы у нас восприняли такие комментарии, как желание Китая все-таки сесть за сто переговоров и просто Нучин у нас заявил вот такой в мягкой форме, намекнул об этом, так как сейчас китайское правительство у нас сталкивается все-таки с потерей управления в экономике, из-за растущих дефолтов на корпоративном рынке бандов и крушения фондового рынка. Кроме крушения юаня, как вы видите, у нас еще происходит и снижение индекса голубых фишек, и здесь можно видеть, что с начала 2018 года он очень много потерял, и сейчас отыгрывается отметки 2700 пунктов, но оскок довольно-таки небольшой и вообще нет гарантии, что здесь будет какой-то сильный уровень поддержки. Скорее всего, после этой коррекции давление за счет тарифов, оно начнет выражаться, оно перейдет у нас на фондовый рынок, заразит у нас его страхами, и он перейдет у нас снова в снижение. Также стоит отметить, напомнить, что в Китае у нас распространена практика использования в качестве обеспечения акций компаний для взятия кредита, для долгового финансирования. Это, опять же, увеличивает кредитные риски, так как, по сути, у нас вот эти долги становятся в зависимости от фондового рынка. В свою очередь, у нас акций как актив в подвержении дефляции больше, так как на рынок, рынок такой, фондовый рынок легче заширотить, он для этого как бы и создан, для этих колебаний. И что, в принципе, стало? Это снижение стало у нас причиной роста дефолтов по долгам. Трампа, возможно, еще разозлит новость о том, что в пятницу у нас сегодня вышли данные по торговому балансу Китая, которые показали, что в июне у нас значительно увеличился, особенно США. То есть у нас компании-экспортеры в Китае продолжают усиленно наращивать объемы экспорта перед введением тарифов. Это их нормальные, рациональные реакции на возможные тарифы. И поэтому у нас экспорт растет. Загруженность портов США, принимающих контейнеры из Китая, у нас повышается. По сравнению с мартом и апрелем, когда наблюдалось снижение загруженности, в июне у нас загруженность резко выросла почти на 6% в годовом выражении. Это говорит о том, что ритейлеры и вообще компании совершенно торопятся закупить товары до введения тарифов. И поэтому сейчас у нас такой краткосрочный импульс получается в торговле между США и Китаем, который, конечно же, истощится во втором квартале. У нас будет наблюдаться за замедление. Скорее всего, у нас рынок это уже тоже заложит. Но неизвестно, в какой мере произойдет эта отдача. То есть, в какой мере сейчас, так сказать, авансом торговля между США и Китаем взяла у своего будущего, у второго квартала, вот этот рост в экспорте, в роста в торговых объемах. И в сухом остатке мы сейчас что имеем? Это такой квазиэкономический импульс за счет ритейлеров в США, которые, вероятно, приведут экономику к ускорению цен для потребителей. Но, вероятно, этот импульс у нас будет истощаться во втором квартале. Как раз таки это, когда уже эффект пройдет. Рост доллара у нас сейчас очень неосторожный происходит, как вы видите. Он растет очень быстрыми, стремительными темпами. Но все равно потенциал роста также должен в скором времени истощиться. И прогноз у нас остается по доллару. Все равно в среднесрочной перспективе медвежий. И нужно искать точки для входа. Скорее всего, это станет уровень 96 по доллару. Возможно, немного выше, 97. Но, в принципе, стоит ожидать коррекции вниз. И этот рост, он все равно должен быть непродолжителем. До первых появлений слабости на макроэкономическом фронте. Грубо говоря, пока что экономика у нас выглядит, американская экономика выглядит лучше, чем оппоненты, которых также затронули тарифы, хоть и косвенно. И поэтому сейчас доллар у нас остается привлекательным. Но, вот еще раз повторюсь, это, наверное, скорее всего, это продлится недолго. Поэтому на следующей неделе все равно можно настраиваться уже на коррекцию доллара, на медвежью коррекцию. И, скорее всего, в следующей неделе доллар у нас начнет со снижения против основных валют. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы и комментарии. Увидимся с вами в понедельник.